Крым не только всероссийская здравница и курортная жемчужина, но и потенциально перспективный аграрный регион, уверены ученые. В республике большое количество свободной площади, пригодной для ведения сельского хозяйства. Примерно половина солнечных дней в году и теплый мягкий климат. Есть лишь одна загвоздка, которая мешает интенсивному развитию сельского хозяйства. В Крыму острая нехватка воды. Если будет влага, почва, если будут нас поверхности, стоки, так сказать, обеспечим, так сказать, все народное хозяйство, не только ПК, водным балансом, если он будет нарушен, а наоборот, мы найдем источники, альтернативные источники, это для чего мы сейчас собираемся. Мы сейчас говорим о том, что не только мы сохранить, не только сохранить то количество влаги подземной, там поверхностных стоков, сточников, которые у нас есть, плюс мы должны говорить о преснении, это может быть морской воды. Разумеется, можно продолжить бурение новых скважин для добычи воды из грунта, однако это может привести к скорому истощению водоносных слоев. Есть и другие способы получения влаги, например, опреснение морской воды или тщательная очистка сточных вод. Есть и инновационный метод – управляемые осадки. Самолет, пролетая над подходящим дождевым облаком, обрабатывает его особым химическим составом, благодаря чему оно выпадает в виде осадков в определенном месте. Среди сложностей необходимость правильно просчитать маршрут облака или тучи, а также траекторию выпадения дождя. Если когда сейчас будем делать этот пилотный проект, уже обличать его, подариться в реальный уже документ для работы, там вот и прописать ближнесрочные цели и задачи. Как-то срочные, среднесрочные, да. А в дальних обязательно указывать вот эти проекты и по регулированию с атмосферным, и, соответственно, и прочим, потому что это все равно за этим будущее. Также чрезвычайно важно приводить крымское сельское хозяйство к современным технологиям. Необходима специальная информационная система, например, компьютеризированный контроль полива, синхронизированный с погодными условиями для точного регулирования необходимого количества воды. Однако для управления подобной системой нужны квалифицированные кадры. Кроме того, нельзя забывать и о необходимости качественной селекции новых сортов растений. Мы должны говорить о том, что Крым должна быть та территория, площадка, где должен происходить или выращиваться безвирусный посадочный материал. Вот это я хотел бы, чтобы мы тоже вместе с вами этот вопрос поднимали на уровне Российской Академии Наук. Однако все это планы на светлое будущее. Сегодня же необходимо серьезно думать о том, как обеспечить Крым достаточным количеством воды для полива, питья и бытового использования. Причем так, чтобы не истощать подземные источники. Первый шаг для этого – создание подробных гидрогеологических карт полуострова, чтобы определить объем запасов влаги в полостях земли. Эти данные позволят понять, сколько времени у Крыма есть на поиск альтернативных источников.